Почему я постоянно трахаюсь? Почему мастурбация забирает у меня все силы? Секс, наркотики, удомания. Может, вы все офигеете, вот я 4000 раз ходил за кладами. То есть мы все должны посидеть, позавидовать. Я хочу ебаться, я хочу ебаться. Обычно люди, которые этим занимаются, такого стыда не испытывают. Героин пробовал, метадон пробовал, но случайно. Ты 7 месяцев трезвый. Ну, я очень много сидел на кокаине в Америке. Как ты думаешь, почему они не уничтожены до сих пор? Поговорил с Богом, с мамой. Вокруг хер пойми кто. Так, эскорт – это новый опыт, эмоции. А на наркотики я потратил миллионов 20, судя по покупкам. Просто все угробили, всю свою карьеру. То есть перед важными проектами ты практикуешь воздержание? Да, да, да. Жесть, я не думал, что я буду такое жесть говорить. Нету счастья в деньгах, там только еще больше разъемок. Добрый день. Сегодня у меня, как всегда, очень интересный гость. В свое время это суперизвестный человек, мегапопулярный, который зашел на YouTube, моментально стал известным, получил огромную славу, огромную узнаваемость. Затем были различные моменты в его жизни. Он честно этим поделился, как он все это прошел. Сейчас уже человек в трезвости. Человек поменял свои некоторые убеждения, приносит очень много пользы. Вот я очень заинтересован этой историей. Хотелось бы обсудить и взлет, и падение, и интересные моменты. Та-дам! Роман Жолудь. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что пригласил. Первый вопрос такой, как ты понял, что ты знаменитый? Это в моменте было или медленно к тебе приходило? Ты знаешь, это как будто всегда было частью меня. Я как будто уже родился таким, потому что все свое творчество я перенаправлял в интернет, в какие-то видео, в контент. И я даже не думал о том, что это повлечет за собой популярность, что я этого хочу. Мне просто нужно было высказаться на большую аудиторию. Мне нужно было внимание, возможно. Мне очень хотелось драйва, когда ты выходишь на сцену. И я просто это принял, что я популярный, как будто это было всегда частью меня. Сколько времени ты к этому шел? Вот ты первый ролик выложил, и вдруг выясняется, что огромная фанатская аудитория. Да, это все началось ВКонтакте. Я настолько ярко зашел, что необычные были ролики. Все их очень, кстати, с теплом вспоминают, любят. Все мои поклонники, даже все, которые на меня сейчас не подписаны, подходят на улицы. Это был определенный этап, на котором люди выросли, вместе со мной менялись. Я всегда старался быть полезным для людей. То есть я, может быть, снимал какой-то такой контент дурацкий, но это отвлекало людей от их проблем, это помогало им забыться. И они мне за это благодарны. Путь был очень быстрый. В ВКонтакте разнес с просмотрами, потом перешел на Ютуб, а потом уже все, премии, журналы, Бибер, за границей премии, все очень хорошо. Тебе нравится, когда тебя с Бибером сравнивают? Мне нравится, что он меня позвал сам на свой концерт его разогреть, чтобы билеты продать. Мне это очень понравилось. Но сейчас, я думаю, я сексуальнее Бибера выгляжу намного. Как-то лучше, мне кажется, что вот так вот жизнь перемолола, да, и вот выдала меня сейчас, какой я сейчас, нежели Бибер, там, просто с линиями так вот его на лицо посмотреть. Мне кажется, Бибер из детского имиджа не вышел. Ты знаешь, мне кажется, он сексуально не развит. В плане как я, он не раскрепощен, да. То есть секс помогает на самом деле, помог мне самоутвердиться. Я уже тогда мог в машине трахаться, в 16, 17, 18, по чуть-чуть начинать, без проникновения, просто какой-то оральный секс. Просто мог, не знаю, я никогда девочек после концерта не выбирал с фанатами, чтобы заниматься сексом, но такого никогда не делал. Ну, как некоторые исполнители, если ты хочешь, тебе расскажу там, что происходит, мы сегодня поговорим, тебе много расскажу о том, что происходит на самом деле в шоу-бизнесе и вот в новом шоу-бизнесе. Это новые артисты, новая музыка, которые не в шоу-бизнесе, но у них свой такой шоу-бизнес. Тоже там много чего происходит. Я больше, мне кажется, сексуально развит благодаря тому, что у меня вот так вот жизнь именно не важна. Секс это не секс, а вот какой путь секс-зависимости, наркозависимости, юной славы, эйфории лютой, которая была, и потом она вот так упала, когда ты выбирал лучшее из лучшего. Вот это, наверное, меня сделало таким, что я со смелостью, с гордостью заявляю, что я лучшая бибера, чем вот это просто лицо такое скучное. А вот все-таки что ты вкладываешь в сексуально развитые? Ты можешь там, я не знаю, много партнерш удовлетворить, ты как-то каждую женщину чувствуешь и даешь ей максимум. Для тебя это что? Давай в общем говорить, есть люди, которые, они неприкосновенные, для них это сокровенное, для них это что-то, то есть единицы... Ну, закрытые. Да, единицы партнеров, то есть для них нет такого, что секс на одну ночь, после бара там познакомишься с девушкой, вы там переспите. Кто-то из парней наоборот коллекционирует девушек, то есть у них там, ой, а там стой, 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 у меня было стой, и это для них круто. То есть, а есть девушки, которые готовы приехать там в сити на тусовку, знаешь, стрим там ведут и всем дать там, всем стримерам подряд. А есть те, которые никогда не тут. Поэтому тут надо разделять. То, что я сейчас скажу, оно не для всех. Мне очень помогло быть раскрепощенным в сексе, делать то, что я хочу. Красивый секс, пусть даже там какой бы он ни был, поцелуи на улице там, да. Все вот это вот, оно помогло мне самоутвердиться, возможно. Настолько классный секс, он меня сделал немножко более уверенным в себе. То есть твоя самооценка напрямую связана с твоей сексуальной активностью? То есть ты востребован, тобой интересуют, у тебя постоянно секс. С детства мне нужно было. Поэтому и самооценка высокая. Да, но не секс такой, что вы там это, две минуты и все, пошли. Кому что, 20 минут? Нет, он даже тут дело не в сексе. Тут дело в эйфории. Как что происходит? То есть само желание у девушки уже тебя заводит? У меня были абсолютно разные там ситуации, она как-то подготавливалась к этому. Где-то это вот в машине я любил там приехать на какую-то... Чего ты там в машине любил? А у меня была большая машина. И в машине у меня много чего происходило. Я любил вот это приехать куда-то на отшиб там, да. У нее дома родители у меня тоже там, мы не можем там дома. Ну, короче, вот этот вот драйв, адреналин, музыка, поперс, хотел сказать. Нет, в общем, все это, короче, жесть. Я не думал, что я буду такую жесть говорить. Ладно, продолжаем. Ну, мне нравилось все неправильное. И вот это вот красивое неправильное, оно меня заряжало и давало драйв. Ну, ты сейчас рассказываешь про банальный подростковый период, когда очень хочется секса. Не у всех есть такие возможности, как у знаменитостей. Вот ты оторвался. То есть мы все должны посидеть, позавидовать. Мне хочется все-таки понять, в чем вот этот твой, как ты сказал, сексуальный интеллект или сексапильность. Почему тут завидовать? Я имею в виду, что у меня контакт, ай-контакт, то есть глаза в глаза. Когда вы целуетесь, по комнате, там вот это все. Это все классно. Но я говорю сейчас больше про эйфорию и допамин, который выделяется в эти моменты, который потом, по чуть-чуть, когда я начал ходить уже в свингер-клубы, секс-лабиринты за границей. То есть пошла сексуальная зависимость, которую ты описал. Она началась, как только я попал в секс-клуб и начал там ходить, не занимаясь сексом. Просто смотреть, что происходит. Вот такой маленький мальчик. Это банальный вуэризм. И потом я получал настолько сильный адреналин и драйв, и какое-то вот сексуальное возбуждение, что... То есть я правильно понимаю, там люди делом пришли заниматься, а ты ходил подглядывал? Ну это красивые места, иногда не очень. Это просто вот сам факт, что ты где-то в Женеве, в Швейцарии, в Амстердаме просто идешь медленно до этого места. Ты уже предвкушаешь, что там будет. Не знаешь, кто там будет. Или проститутки обычные стоят, которые тебе... Come here, come here, boy, там, да, вот это все. А или какой-то будет сексуальный драйв, когда ты с незнакомкой просто около стен будешь целоваться, там ее муж там будет смотреть на это все. В общем, все по-разному. То есть вот название твоей книги «Секс-зависимость», оно соответствует? Именно это все поведение. Это поведение все потом меня привело в секс-зависимость, которая длилась 7 лет, 8. И вот последние 3-4 года, 4-5 лет назад даже, я осознал, что такое бывает, что это секс-зависимость. Он начал копать в себе. Я осознал это, и с этим борюсь уже где-то 5 лет. А можешь вспомнить, как ты это осознал? Это какое-то... Я просто уже понял. Или люди тебе дали обратную связь, что ты зависим? Я понял, что я теряю все свои нервы. Я не понимаю, что происходит, почему я постоянно трахаюсь. Почему мастурбация забирает у меня все силы? Почему секс... Можешь пояснить, мастурбация забирает все силы. Вот я вижу ваше надменное мнение на этот счет. Нет, оно не надменное, я просто уточняю. Оно связано с неизвестностью. Вам неизвестно по ходу, как психиатру, кстати, странно. Нет, у меня бывают пациенты, допустим, зависимые. Они под определенными веществами могут мастурбировать сутками до кровавых мозолей. Вы изучали про секс-зависимость? Вы изучали что-нибудь? Конечно. А вы знаете, что люди теряют энергию после секса? Почему лечатся секс-зависимость? Потому что люди теряют энергию, они живут постоянно на износ, и они не так себя чувствуют, как другие после оргазма. Вау, а они просто уже... Надо бежать за следующим партнером. У них уже сил нет. Даже можно не бежать, можно там два-три раза в неделю, но ты все равно делаешь то, что твой мозг тебе резко говорит, ты сейчас умрешь, думает мозг. Ты резко бежишь и трахаешься там, да. А я, короче, стал думать, что я хочу быть более осознанным, я хочу семью, я хочу девушку. Я не хочу, чтобы мой мозг резко поднимал мою жопу, и я бежал куда-то там трахаться. И этот секс я видел уже миллион раз. Мне уже стало страшно, но я очень рад, что я нашел Джейс Давний на Ютубе. Это девушка, которая делилась всем своим влечением. Это Крис Шапран много чего говорит. Там просто девушка. Просто небольшие видео, не особо популярные. Но я начал собирать информацию и понял, что я такой не один. И потом к этому всему еще подключился мефедрон. Мефедрон? Да. И когда подключился к этому всему мефедрон, я еще где-то 4 года своей жизни, 3, потратил на химсекс. И вот это самое страшное. То есть ты осознал, что зависимый? Подключил мефедрон, восстановил энергию или что-то там? Нет, просто он появился. Он просто появился. И все, там начался просто трэш и ад. Копаться там сильно не хочу. Но людям, у которых химсекс, вот это действительно страшно и опасно, и тяжело. Было бросить. Но у меня есть еще другое, мое любимое, на чем я прогорел полностью, что было самым тяжелым. Я еще потом расскажу, если будет интересно. Но химсекс – это вот проблема большинства людей, которые употребляют мефедрон. Потом нужно как-то учиться нормально. Без мефедрона. Заниматься. А это все. У тебя подвязка. Ты хочешь секса, и тебе надо пойти там намутить. Вокруг тебя куча людей, которые всегда заряжены, готовы потусить опять там через неделю. Раз в неделю тут, тут, тут. Кто-то уже тусит, там, у кого-то компания ждет тебя, да. Хочу сказать в первую очередь, что я пришел сюда вот одну мысль главную донести, что для меня самое вот неприятное и самое такое странное, страшное. И мне хочется сказать, что столько людей сейчас относятся с легкостью к своему еженедельному употреблению мефедрона. Или там раз в месяц, ну, раза три в месяц, там, или раз в неделю, и они уже как бы планируют следующий срыв, или они типа тогда, там типа бросаю плохо, и опять они в этот ад погружаются. И они с такой легкостью об этом рассказывают, и с такой легкостью они живут в этом, как бы им тяжело не было, что с такими людьми очень страшно рядом находиться. Потому что они всегда относятся к этому с легкостью. То есть для них ничего страшного в этом нет. Как и для тебя очень долгое время. Ты же не сразу все это осознал. Да, и я к тому, что я очень хочу, чтобы вот дети, которым 16-17 лет, они постоянно шутят про это. Я очень хочу, чтобы они понимали, что это достаточно серьезная проблема, что это все вообще не шутки. И когда у тебя есть деньги, а они у меня всегда есть и были, от этого как бы вообще не лучше. Абсолютно. А ты вот в большом сексе с какого возраста? С 24-х, с 23-х. Это ты имеешь в виду, когда химсекс у тебя начался? Это уже ебли, да, там по 23 часов. А начал с 15-ти, когда пришла популярность? 15-ти не целоваться я называю сексом. Просто с кем-то обниматься, целоваться, вот это все. То есть одержимость медленно развивалась? Да, вот как только я попал, открылись в ворота секс-клуба, я ощутил это без наркотиков. Я ощутил вот это вот, ну, внутри вот это все, плюс лютая популярность, огромные деньги, тайна, которую не знает никто. Что ты с встречи, извините, с продюсером именем, вот так бежишь в этот секс-клуб вечером, когда у тебя там происходит, тебе это не важно. Тебе важно вот туда погрузиться, там как-то это. А оно в итоге все равно опустошало, ничего не давало. Потом, ну, я очень много сидел на кокаине в Америке, попал в аварию сильную. Из-за наркотиков? Ну, может и да, может и нет, но вот пару месяцев сидел на кокаине в Америке. Соня Есмин была такая девушка, вот мы с ней там просто все угробили, всю свою карьеру вместе. Она сейчас в своем интервью сказала, что она там не знает ничего, ни такого, там про меня в книжке говорит, нет, Соня Есмин была со мной в активном употреблении много месяцев. И просто хочу, чтобы она не наебывала на людей. Ну, как бы нечего пиздеть сидеть. Правильно? Ну, все же хотят казаться лучше, чем они есть. Таких, как ты, очень мало готовых вот так правдиво рассказывать про все, что прошел. Поэтому девушки склонны свою репутацию защищать. Скажи, пожалуйста, а вот какие-нибудь еще зависимости у тебя есть? Смотри, я просто скажу, что вот мы сейчас погрузились в это вот все, что я рассказал. Мне уже как-то не по себе, потому что не хотелось это вспоминать. То, что этот ужас для меня настолько позади сейчас, да, как бы не казалось там для кого-то много, мало. Но у меня конкретно это отошло настолько далеко, что я сейчас впервые вообще об этом вспомнил за, наверное, месяцев 5-4. То есть я даже не вспоминал, потому что у меня была такая жизнь. Я боюсь открывать свою книгу, потому что в ней много всего из того времени. Как мне удалось вообще отойти от этого? К сожалению, с помощью замены одной зависимости на другую. Причем сначала это были слоты. Я очень люблю все яркое, кружащиеся, там, деньги. В Лондоне я мог просто сидеть часами на рулетке. Вот эта вот рулетка. У меня были свои там три квадрата. Я ставил на квадрат, она утраивается, на полоску утраивается и раскидывал на другой квадрат. Ты азартный. Я азартный, как собака просто. Я люблю, я могу в последние штаны вот так спустить вот так вот и не знать, завтра я где ночевать буду. То есть и потом вот мне вот оно или даст, или не даст, но я же понимаю, что это все... Но честно, я так сильно люблю вот именно расслабиться, прийти поиграть. Поэтому сейчас я это делаю в модерации, но когда мне мой звукорежиссер, я приезжаю на запись трека, говорит, а ты слышал? Вот есть такие онлайн-казино. Я думаю, ну показывай. И все, пиздец. Следующие четыре месяца, как в тумане. Это были вот эти вот слоты, выиграть. Это было, я рекламировал казино. А тебе не стыдно, что ты рекламируешь? Я перестал. Мне, знаешь, не стыдно, потому что ну казино, я играл просто, я не рекламировал на своих платформах нигде. Я просто там тихонечку в уголочке... Тебя показывали, как ты играли. Я в уголочке там играл для тех, кто уже играет. У себя на ресурсах я особо это не постил. Мне, ну, неприятно, да, за эту ситуацию, но, знаешь, а я отказался сразу же от рекламы наркошопов. Мне предлагали 600 тысяч рублей за то, что я постою в футболке. Просто постою, ничего рекламировать не нужно. 600 тысяч рублей. Отказался первым делом, хотя мне, блин, нужны деньги. В футболке, принт, магазин. Просто принт магазина, да, там, не QR-код, ничего. Я отказался, хотя для меня 600 тысяч – это нормальные деньги. Я, как бы, могу прожить на них какое-то время, там, пару месяцев и еще делать свои проекты, вкладывать в свои подкасты, все остальное. Нет, я не горжусь этим, но была для меня идеальная квинтэссенция, когда я с утра до ночи кручу слоты четыре раза в неделю на фейковые деньги. А помнишь самый большой проигрыш? Ну, может, тысячу евро, может, две. Это вот, когда в Лондоне сидишь. А онлайн, ну, как за... А в Америке в Вегас не ездил? Ну, оборотка у меня на слотах где-то три миллиона. Три миллиона? Да. А на наркотики я потратил миллионов двадцать с этим по покупкам. Это я угощал всех вокруг, это все за мой счет обязательно. Они даже не спрашивают, они просто обосрут твою всю квартиру, они спиздят все твои вещи, и они за твой счет это, и ты, когда еще в конце останешься один, они еще и на тебя будут выебываться, что почему ты сейчас хочешь, чтобы все ушли, один остаться. Почему? То есть это была классическая история. У меня есть подруга, не буду говорить, она тоже... Кокаин у нее постоянно, у нее есть все. У нее есть Росройцы, Ламбы, все. Она тоже... Ну, нету счастья в деньгах, там только еще больше разъеб. Часто ты в долги влезал вот из-за этих гулянок? Или ты просто проигрывался в ноль и все? Нет, я ни разу такие долги не было, но, знаешь, расскажу... Ну, все, уже прям пошла жесть. Расскажу одну историю. Когда последнее мое употребление вот было... Это когда? Где-то 7-8 месяцев назад. То есть ты 7 месяцев трезвый? Почти 8 где-то, да. Где-то так. Ну, почти год. Я стремлюсь уже, чтобы это была отметка год. Но это был такой микросрыв в любом случае. То есть он был единицей, там месяцы были, еще 3 месяца трезвости, где-то 4. У меня уже получалось с помощью залофта, с помощью вот этого всего как-то выкарапливаться. То есть ты пошел к какому-то специалисту, тебе выписали таблетки, чтобы... И уже давно, я уже 3 года где-то пью схему. Я борюсь с этой жесткой наркоманией уже больше вот 5 последних лет активно. Я борюсь, уже меня кувыркает, я уже не могу. То есть для меня любой срыв, для кого-то это типа, да, это радость, все сейчас распакуем, все сделаем. У меня трястись, начинают руки. Я всегда употребляю один. Я употребляю один, я беру... Это про последний употребляющий, да? Это вот ты рассказывал в компании. Про последний сейчас расскажу. Нет, я начинаю, срываюсь я один. И компании уже никаких не было в последнее время. Но вот дошел до дна, когда последняя вот была компания. Насколько мне стыдно и ужасно это вспоминать. Это вот сидим я, непонятно какие-то вот мальчик с девочкой пара встречаются, как Хафманито, он там, да, и вот такие в таком стиле. Вот у меня дома компания, две девочки, два парня, и вот одна пара. Как их, знаешь, в употреблении позовешь, кого-то просто не подумаю. Да, вы тоже, то есть все, погнали. И мы все сидим, у нас все кончилось, мы пьем уже пиво. И вот сейчас я понимаю, что каждый из нас думает, что заложить в ломбард. Просто. И вот мы все сидим и думаем, где найти денег на наркоту. И вот с этой его пика, когда я просто в уничтоженном состоянии, я же всегда могу найти денег, то есть я могу их вынуть оттуда, откуда их нельзя вынимать. Я, во-первых, храню всегда у друзей. Вот этот пик, когда мы просто вот все думаем, что заложить, я говорю, все, все уходите, я как бы больше не могу, больше это было вот мое дно. Но употреблял я самое жесткое, то, что один в огромных количествах передозировки постоянные, смерть друзей. Когда один передозировки, сам-то как не умер. Я скажу одну вещь, может, вы все офигеете, вот я 4 тысячи раз ходил за кладами, не меньше. Ты такую статистику ведешь? У меня покупок 4 тысячи, я все забираю сам, больше даже, вот за последние 10 лет. Получается, я это не делаю уже, вот сколько, 7-8 месяцев, и мой мозг начал по-другому на улицу воспринимать, ходить, то есть это отдельная зависимость от кладов, то есть у меня была зависимость еще от вот этого процесса. А это ужас, это постоянный страх, это постоянный этот, но мне было никогда не страшно, я вечно ходил один и 4 тысячи, там больше, 4 тысяч, это я своими руками, если я не горжусь, это ужасно, я бы вообще хотел бы быть адвокатом в России по уничтожению всех этих сайтов, я бы очень хотел быть человеком, который бы помогал бы уничтожить эти сайты, потому что это то, что убивает наше поколение. А были какие-то, вот ты говоришь, 4 тысячи раз ты за закладку не ходил, тебя принимали или какие-то опасные истории? Нет, были просто два раза неприятные ситуации, но нет, меня не принимали. А неприятные в чем? Можешь поделиться? Ну, 5 грамм у меня лежало под ногами, меня поймали, я убегал, опять меня поймали и как бы... Полиция или кто? Да, вообще все это было очень сложно, я совсем... не за рулем, я последние лет, года три продал машину, чтобы купить квартиру, как бы за рулем я не езжу, но они меня все все равно знают, я к ним хорошо отношусь, и, конечно, они меня все узнали, и была ситуация, когда приехало там три машины полиции и... ну, поговорили мы просто, что да, вот я там попался на поиски, да. Все обошлось, как бы, и ничего... Ну, это страшный сон. У меня дома в этот момент люди, которых я не знаю, там сидят, и вообще это все какая-то жесть. Если перечислить, ты почти все употреблял? У тебя употреблял? Я употреблял вообще все. Пробовал вообще все. А наиболее зашел в МЕФ? Героин пробовал, метадон пробовал, но случайно. Ту закладку поднял? А мне было все равно уже, метадон и метадон, я чуть-чуть сделал, и, походу, да, был метадон. Стал загружаться? Да, вообще жесть. проблемы с дыханием возникли? Да, 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 просто так вот назад. Это когда смерть мамы у меня случилась, я ему уже было все равно. Но самое страшное, самое тяжелое, что было, это слезть с трехгодовой системы употребления лирики. То есть аптечная... Ничего тяжелее, чем это, не было... До каких доз лирики ты ходил? Моя подруга пила по 15 таблеток 400 миллиграмм, плюс баклосан сверху по 10. У меня всегда доза максимум 2-3 таблеточки, мне больше не надо. То есть она у тебя больше не росла? Нет, ну 3 года я пил лирику по 2-3 таблетки по 400 миллиграмм, но это была не аптечная лирика, это была лирика, которая хитро выебанная, очень токсичная такая, ну пожарь. Почти классическая твоя лирика? Нет, она была желтая, ядерная такая, и у меня зависимость была, знаешь, какая, 4-3 года, вот из нее я сейчас только выбрался, как из какого-то из лужи, какого-то из океана жесть просто настоящий. Я каждый день пил 5 энергетиков в Red Bull. 5-6. Хоть как-то взбодриться. Да, 5-6 энергетиков в Red Bull. Это очень много. Каждый день. Не было ни дня, чтобы я не... Поверх лирики. Она меня замедляла, я ускорялся, я ходил в спортзал, я летал в Лондон, что это вообще было, это трэш, и вот у меня была зависимость, у меня, видишь, сиськи появились, я в отличной форме, но тогда я просто был... В зависимости от спорта ты имеешь? Не-не-не, ну я просто под лирикой мог в спортзал пойти, там еще предтреник выпить, это был мой хайс самый лучший, две желтые лирики, предтреник, и вот там вот заниматься в зале, плюс Рэдбулы, а потом ты понимаешь, что ты уже... Все мотор вообще выдержал. А я не знаю, как я живой еще, вот я сейчас отошел от этого, не дай бог, когда ты еще сяду на систему, но самое страшное это ломки героиновые, которые там просто дня... Все-таки самые страшные героиновые ломки. Нет, лириковые ломки самые страшные, они героиновые, хуже в жизни ничего у меня не было. Вот если взять всю таблицу Менделеева, что ты употреблял, самое страшное и опасное, на твой взгляд, что? Ну, надо смотреть по тому, тяжело было слезть с лирикой. Да, конечно, это самая жесть. Я три раза капался по 10 дней от нее. Это было самое ужасное, что вообще может быть, и потом восстанавливать нужно психику, восстанавливать речь, восстанавливать когнитивные. Что, у тебя плохо язык шевелился? Ну, под лирикой у меня все вечно запинался. Я вообще вот так вот еле говорил, у меня вот так глаза постоянно вот так вот закатывались. Они у меня всегда были закатывались. У меня отекшее лицо было, я был худой, у меня уже от энергетиков уже все, и мотор, и все. Утром просыпаешься, ты жить не хочешь, и вот эти два часа, пока не подействует таблетка, это крайний ад. Поэтому ты не можешь выстраивать отношения, ты не можешь ни с кем жить, ни с кем ничего, потому что ты знаешь, что у тебя свой персональный ад. Ты создал себе схему энергетики с лирикой, и ты не можешь с нее слезть, потому что это тяжелейшие ломки. Вот я хочу предостеречь всех то, что система лирики это самый ужас. Три раза по 10 дней капельницы. И ты слез, или все-таки переключился просто на другой вид вещества? Я слезал на... Три года назад, два года назад капался 10 дней, потом проходило 15-20 дней, я опять, меф, лирика, меф, лирика, все. У меня мефа никогда не было. Уже без лирики мефа не было. У меня вот эта меф, лирика, ты просто... Меф тебя сильно разгонял, что ты лирикой тормозился? Я не тормозился, она давала мне комбинацию, когда я просто как заведенный поросенок там бегал, просто кричал, делал какие-то дела. Это было ужасно мерзкое зрелище, мне за это, возможно, стыдно, а так-то, в принципе, пофиг, потому что сейчас у меня вот сейчас был бой позавчера, я сейчас уже по-другому... Кого ты не родил? Ну, там много миллионов просмотров будет, не буду пока говорить, но у меня был бой, вот у меня фингал под глазом, я, в общем, такой, ради съемок, ради дела, не буду говорить, но я сейчас, вот знаешь, мне помогает, что вот я сейчас летал отдыхать на Мальдивы, 10 дней там был, поговорил с Богом, с мамой, как бы, да, один отдохнул, меня это восстановило, сейчас у меня каждый день съемки, вот прям каждый день, и меня это очень сильно отвлекает, и поэтому у меня не думают даже о строевых, то есть я прилетел в Москву, первым делом, что я прям первым делом там зафаршировался, знаешь, как техник говорит, нет, я вообще об этом не думаю, и когда я кому-то нужен, потому что когда ты в употреблении, у тебя нет денег, и ты никому не нужен, и ты забытая звезда, и всем на тебя похер, и у тебя нет ни одной рабочей съемки, ничего, и единственный твой шанс в жизни это рекламировать онлайн казино, чтобы купить себе поесть, вот это очень грустно, и когда у тебя еще со здоровьем, потому что ты уже, ну, отходники лютые просто, и всем на тебя поебать, это когда мой менеджер просто привозил мне пакет еды, продуктов на пару дней, ставил, чтобы я не сдох там, потому что у меня уже лютая там интоксикация, и все, и ты просто употребляешь в следующий раз, просто потому что ты можешь нормально функционировать, вот у меня прошло так где-то 4 года, первое время весело, конечно, пароход идет первые 2 года, вот те, кто первые 2 года употребляют миф, они, конечно, им радостно, смешно, весело, там, да, они могут там шутить, и они могут прийти к новому употреблению, сейчас меня же ничего не может, не срегулировать ничего, я полностью поменял окружение, а тех, кто с юмором там типа, ага, типа, на след выходных пойдем, нет, типа, нельзя такое окружение иметь, вот. Скажи, пожалуйста, вот если вспоминай вот эту всю историю, какие-то самые страшные последствия, там, галлюцинации, психоз, ты гол там по улицам не бегал, как обычно, бывает, или что-то, что тебе запомнилось ужасом? Да, у меня самое ужасное, это последствия для моей психики, для того, чтобы случилось со мной, расскажу, я об этом еще не говорил особо так глубоко, у меня случилась самотофорная дисфункция вегетативной нервной системы, которую я проверял потенциалами, там, вот этими определенными, там есть такое исследование, в общем, все обследовал, все организм, уже раз в пять, там, года два назад все это началось, когда мама заболела только, у меня резко по психике просто пиздануло, у меня начался жесткий жар в теле, и у меня вот этот жар, он... Постоянный или волами? Постоянный волнами, у меня мурашки по спине вот такие, у меня лютейший полуозноб, как будто ты вышел из холодного душа. Я год не мог понять, что мне делать, со здоровьем все везде показывают, абсолютно все анализы, которые только можно, все в порядке, но когда я пошел в Центр неврологии, огромный институт, пошел, мне выписали за ласту, психиатр. Здорово тебе нейролептик. Это первое, что я просто понял, что я могу жить нормально хотя бы. Я был инвалидом, я где-то год не выходил из дома, потому что у меня жар сильный, и он у меня до сих пор остается, почему я пью сейчас за лофт, а таракс, мне уже таракс не пью, я пью за лофт и за ласту. От нее, кстати, я и набрал вес, ну, сам знаешь, может, от некоторых таблеток набираешь вес, и вот за лофт, за ласту, без них я жить, к сожалению, не могу. Мне до сих пор очень плохо, если я не пью антидепрессанты, а моя мечта, главное, это быть полностью чистым, это не пить антидепрессанты тоже. Получается, это та же наркомания, но вот этот жар, это последствия, которая сделала меня инвалидом. Не совсем наркомания, наркомания это про кайф, а тут ты просто избегаешь вот этих приступов. Тем не менее, да, ну, сделала меня вот инвалидом, и я всем говорил, что все, я уже ни подстать не могу, ничего, мне настолько жарко, я сгораю, как в аду, в петле ужаса. И я уже из-за этого перестал употреблять, потому что, если еще употребляешь, то там просто вот такими волнами мурашки, вот так по спине, как будто кто-то шкребется, ты не можешь дойти вот так, ты ходишь по улице медленными шагами, смотришь на людей, которые могут улыбаться, жить, радоваться, ходить в магазин, обниматься, кому-то еще в гости ездить, а ты не можешь вообще ничего, потому что у тебя жар под 40, а температуры нет. Но никто этого не понимает, все говорят, хватит загоняться. Четко связываешь это с употреблением веществ, вот возникновение этой самотоформной диспункции. Стресс плюс употребление, у меня была эта самотоформная в детстве. В чем она? Так же проявляет? Да, так же, но она была не такая сильная, чуть-чуть там, мы ее быстро... Тереледженчик и так далее, что мне помог, курсик там месяц. А сейчас это, конечно, вообще мега проблема. А ты вот себе ответил на вопрос, зачем ты начал употреблять? Вот 10 лет употреблял, не завязывал. Слушай, в шоу-бизнесе все, кто мне нравился, крутые ребята, и даже не в шоу-бизнесе, а там всякие богатые, классные ребята, модные, молодежь там, да, все употребляли. А мне казалось, мне так хотелось с ними рядом постоять, побыть. То есть это статус? Ну, мне хотелось с ними интересно, что они же такие крутые, модные, плюс я как бы популярный, я им всем нужен, как бы они меня все юзают, им нужна моя популярность, а я думал, что я им нужен, и в общем все это превратилось в то, что да, я начал курить траву с ними, хотя я просто загонялся страшно. Ты с травы начал? Да, со всеми известными в шоу-бизнесе, со всеми просто, кто, можно только представить, все это было очень плотно связано с курением, потом кокаин, но я его не пробовал на тот момент, кокаин я первый раз попробовал в Доминикане со своей девушкой, которая меня возила по всему миру, и на балконе она мне, ну что, давай. Она с моей мамой дружила, знаешь, мне еще лет 17, и она меня в Доминикане настелила, ну что, давай. И я не думая, мне ничего не понравилось, тогда я подумал, что, ну, первый понос, первое, что у меня было, и мне не понравилось. Ну, какие-то такие моменты, которые потом, видимо, раз ты уже пробовал, нужно еще попробовать, да, потом дошло до того, что мы уже все перепробовали, уже героин на кухне нюхаем, знаешь, с Алиной моей подругой салатик нарезали, там, ну, я что, попробую, включим фильм на игле, фоном, фоном играла музыка оттуда. У него есть салатик. Да, и героин на нюхали. В общем, это был трэш и разнос. Как ты вообще эту историю закрыл? Ну, вот про препараты я услышал, блокирующие, ну, как-то вот ты вспоминал рехаб, что люди достаточно серьезные усилия прилагают. Что? Как это получилось? У меня очень большая команда поддержки, это мои друзья, это мои менеджера, это люди, которые реально за меня. Я ходил к огромному количеству психиатров, изучал огромное количество информации. Ну, когда говоришь огромное, я не понимаю. Ну, мне пришлось обойти примерно 10 психиатров, чтобы хотя бы... Пока нашел своего. Пока нашел препарат, который мне поможет, потому что у меня не оставалось ничего, кроме как искать какую-то схему, которая мне поможет. Мне ничего не помогало. И, соответственно, как бы я, когда получил этот шанс на жизнь еще раз, то есть чувствовать себя без жара, я понял, что его надо очень сильно ценить. И каждый срыв, он меня обратно возвращал в этот жар. А если я держал себя, ну, в руках, я ходил в спортзал, ходил в бассейн, то есть, да, делал какое-то что-то правильно, у меня получалось нормально себя наконец-то чувствовать, потому что после 4 тысяч закладок, в основном с мефедроном, я думаю, ты догадываешься, что чувствуешь себя не очень, когда ты потратил столько денег на наркоту и сдолбил ее один дома, с лирикой совсем, ты уже чувствуешь себя, мягко говоря, не очень. Задам парадоксальный вопрос, который может тебе не понравиться. То есть, если бы этой дисфункции не случилось, ты бы до сих пор употреблял? Я думаю, что это, нет, я вообще борюсь с употреблением уже 3 года, и даже когда она уже была, каждый срыв для меня был, это, к сожалению, более ужас, это уже я отрабатывал программу, но уже были перерывы, борьба лютая, это было не в запой, так что мне нравится, я уже кричал о помощи уже всем, я уже выкладывал фотку Лил Пипа, я был уверен, что сейчас умру, ну да, я уже людям показывал, что я сейчас умру, у меня потому что уже были реальные предозреватели. А ты этот Лин употреблял? Нет, не пробовал, вот это я не пробовал. Что они рекламируют? Это я не пробовал. Ксанокс я люблю перед сном выпить, но один Ксанокс перед сном, мне даже психиатр его выписал, у меня с этим нет такого проблемы. У тебя вообще до сих пор проблемы заснуть? Нет, я сплю нормально без всего. Зачем тебе Ксанокс? Я в самолете могу выпить Ксанокс. я понял. Если мне нужна одну штуку, ну без этих, ну ты просто тревогу уменьшаешь. Да, я как бы могу иногда, честно, выпить что-то, какой-то антидепрессант, вот свою съему я пью, но иногда я могу выпить Ксанокс. Ну, я не считаю, что это срыв, но где-то модулирую, ты можешь с Пашей техником обсудить. Я модулирую где-то вот свой день, свой вечер, свой вот это все. Частая история, когда вот эта ранняя известность вот к этому приводит. У нас миллионы примеров. Главное, это понять, что ты с этим бороться. Ты еще как личность не сформировался, и тебя все эти карабасы начинают развращать. Угощать, втягивать, вот как ты рассказываешь, тусовки, а потом уже деньги появились, начинают на твои деньги гулять. Такая классика. Я кого не разбираю, там Бритнес, Пирс, еще кого-то история. Все один в один. Ранний взлет, и что называется, во все тяжкие. Что хочешь сказать? Как ты считаешь? Вот все-таки люди тебя ну, совращали, мне не нравится термин, но подталкивали вот в эту сторону. А потом уже мне самому, я сам все там себе успеваю. Ну, конечно. Когда уже зависимости сформировались, они уже начали тобой управлять. И получается, вот без рехаба носили воли на препаратах, обойдя 10 психиатров, поменяв окружение, полностью изменив жизнь, там собрав вокруг себя трезвых людей, ты потихонечку начал, постанавливаться. Ну, у меня до этого был год трезвости между срывами, практически. А за счет чего? На Бали был, и я улетел. Улетел за границу. За границу я был там много месяцев, я был полностью трезвый. Чего сорвался-то после года? Ну, в Москву прилетел я потом, и, конечно же, кто-то там что-то написал. Но тогда было сложно, потому что когда ты в Мефедроне, он еще твою психику полностью терроризирует, он первое время тебя прям, ну, может... Гоняется. Он нагнуть может тебя по полной. То есть ты первый месяц, когда без него, это еще хуйня полная. Вот когда вот пройдет 2-3, ты можешь еще подзабыть о том, как он тебя вот так вот... Там нужно трезвый секс немножко, да, использовать как технику, как тактику, да, там где-то заменить тусовку чем-то, да. Вот я на ксенотерапию хожу, допустим, я уже 5 раз ходил там на ксенон, не знаю, это хорошо или плохо, но вот я... Что ты испытывал вот ксенон? Мне это не нравится, как шары вот эти дующие, но за одну сессию... Отдурманивание может. Да, 65 тысяч, допустим, чтобы мне подлили газы еще, 65 тысяч за полчаса кайфа. Нормально ты обогатил клиент. За полчаса кайфа. И кайфа. Полчаса кайфа. Ты все ответил на вопрос, это не лечение. Это не лечение, да, я тоже так считаю. Ну, это просто вот то, что мне помогло заменить тусовку. Я лежу просто вот так вот. Ты просто поменял кайф. Когда этот доктор делает, это не так позорно. Четыре раза, да, было. Игры, они мне помогали отвлечься. То есть сейчас я иногда бывает играю. Вот сейчас лечу в Берлин вечером. Вот я думаю, что там не буду играть. Я вот как сяду на эту рулетку, часика-два посижу, твое читаю. То есть правильно вот я могу... У меня зависимость осталась. Сформулировать вот эту известность, взлет, популярность, много работы, всего. И потом это все перешло в обслуживание своих зависимостей. И так, собственно, ты перешел в категорию бывших знаменитостей. Вот благодаря вот этим трём китам. По кочкам, да по хуёчкам. Вот так вот. Да. Не, реально, кувыркала зависимость только в пути. И вот знаете, вот люди, которые там живут в кувырканиях, уверены, у тебя на канале столько там людей, которые реально... Которых кувыркает. И ты лечишь, правильно? Их большое количество. Ты видишь, как их кувыркает, как им плохо. Ноль фана уже просто выживания. Я в режиме выживания последние три года, я не знаю, я себя сам могу убить быстрее всех остальных своей зависимостью, да. И я просто... Каждое употребление для меня одна цель – это выжить. Я хочу выжить, потому что у меня нет стопов. Я куплю всё, что можно. Я употреблять буду до талого. Я буду подыхать, в общем. Я пока не сдохну, я вот не закончу употреблять, в общем, проблемы. Я правильно понимаю, что часто добыча средств шла разными способами? Вот ты поднял эту тему эскорта всего, я не знаю, ради книги или реально у тебя такие истории были? Ну, были истории, да. Ну, и большие деньги. Можно я тебе обратную связь дам? Я вот когда видел, как ты об этом рассказывал, я видел, что ты очень страшно смущался. Обычно люди, которые этим занимаются, такого стыда не испытывают. Это было, я не скрываю, но это не было так, что я занимался эскортом, чтобы заработать денег на наркотики. У меня такого никогда в жизни не было. У меня всегда дело в том, откуда я брал деньги на наркотики. У меня всегда съемки, у меня всегда какие-то есть проекты. Хотя бы раз в два месяца, в месяц что-то было, да, какие-то съемки, где мне платили по полмиллиона, по миллиону. Бывали съемки за вот мой камин-аут, мне заплатили миллион. То есть можно сказать, ты дешево опозорился? Не, не дешево. Для меня это большие деньги. Как бы я сам зарабатываю какими-то волшебными способами. То есть я не могу сказать, что эскорт, как это супер круто было. Так эскорт, это новый опыт, эмоции. Я монетизировал свою секс-зависимость. В какой-то момент все. Я ее монетизировал. То есть монетизировал секс-зависимость. Знаешь, что ты популярный, многие люди тебя хотят. Да, и на имени у меня, конечно, ценник был в 10 раз выше, чем у других. И я подумал, блин, что нет, ты так секс там два раза в неделю хер пойми с кем, знаешь. А сейчас будет с крутыми и забавки. А сейчас с крутыми и забавки, и там были реально случаи очень крутые. Все было ок, но сейчас как-то видишь, я... Все равно вот у тебя моментальные эмоции, тебе за это стыдно. Ну, у тебя это проскакивает по лицу. Ну, не так стыдно, что, типа, я, знаешь, хочу от этого отмыться, отойти, но я хочу, чтобы люди понимали, что я не упиваюсь, я не кичусь тем, что это было, а я как бы немножко... Это нормально меняться, расти и трансформироваться дальше. В моей жизни, к которой я стремлюсь все-таки, этого нету. Но стыда уже, мне стыдиться уже что? Мне уже за этот эскорт, это одна из маленьких песчинок, за что мне можно стыдиться, знаешь. У меня стыда нету, но нету также желания, конечно же, хочу зарабатывать всегда большие деньги, чтобы даже не думать об эскорте. А было какое-то насилие в твой адрес? Может быть, в более таком подростковом возрасте использовал твою зависимость? Ты знаешь, меня просто избивали постоянно, когда я стал популярным. На улице, в школе мне ломали лицо, зубы, я валялся на задней дворе. Слушай, а это вот челлендж, когда ты в Южное Бутово обещал приехать. Это ж ты был? Да, я не помню, что там уже было. Там как-то местных гопников троллил через сеть. Ну, они меня, я их, но я не помню особо, что-то было. То есть, за внешность, да? Не за это видео точно меня били, а просто за то, что я успешный, молодой, я говорю, как чувствую, и по мне видно, ну, что я такой метросексуал походу, типа, да? Люди докапывались на улице и избивали тебя? Меня избивали на улице постоянно. В Питере ситуация, если вы найдете, может, видео, пришло 10 тысяч человек, я уже сто раз об этом говорил, там, да, пришли фанаты и хейтеры друг друга пиздили, 10 тысяч человек, нефти перекрыли, фигуя, ТЦ галерея, 10 тысяч человек, просто вот так вот люди на всех эскалаторах вот так сходят, вот так вот огромным пластом, как, знаешь, муравьи. Это там встреча? Да, у меня была просто автограф сессии для журнала, и я вот так вот, знаешь, из окошка Мерседеса вот так смотрю на это все, они там бьются, меня оттуда пытаются вывести, я смотрю такими грустными слезами, а мне все равно, у меня стеклянное сердце, меня это никак не трогает, я уже привык к этому просто. Но там было огромное количество человек, на ютубе можно найти это видео, галерея Рома Желудь, там посмотрите все видео, поймите масштабы того, что там было, и я вот хочу большой в Питере какой-то сделать сейчас концерт, потому что я сейчас выступал в Питере, выступал в Москве, приходят 200-300 человек, офигенные уже другие, другая публика, я очень рад поэтому делать то, что я сейчас делаю. То, что было, я в этом не живу особо, но премии были Николоди, он там все, Бибер в Америке там тачку разбил, да, все это было, в книге есть, но настолько люблю сейчас свою трезвость, свою жизнь, свой спорт, вот съемки, которые появились, это для меня самое ценное, потому что без этого, я думаю, что никому не нужен. А если брать вот эти три твоих базовых зависимости, секс, наркотики, лудомания, что общего между ними, вот, и какая самая тяжелая? Я думаю, что у меня просто одна зависимость, то есть на мефт мне уже все равно, на энергетике мне все равно, на лудоманию мне также все равно, я могу не играть долгое время, там, да, мне насрать на нее. Так. Потом я трахаться захочу, ну, вот уже не трахаюсь три недели где-то, ни разу, ни одного, ни мастурбации, ни секса, уже где-то три недели. Мне тоже на секс похуй, считай, могу справиться. Но вот сама зависимость, она, давай что-то вытворим такое, ебанутое. Давай-ка мы что-то, блядь, такое ебанем с тобой, Ром, что тебе поднастрет немножко, знаешь, что ты получил эти эмоции. Вот у меня иногда, вот да, целая, целая зависимость есть. Но ты уже знаешь, что потом тебе будет стыдно, плохо, поэтому ты удерживаешься. Ну, держусь, как могу, но вот у меня сейчас какой триггер был, что сейчас купил билет из тебя один, лечу в Рим, в Берлин. Почему? Мне кажется, потенциально, потому что там казино есть. Вот мне туда зачем? А мне зачем туда вообще лететь? Хороший вопрос. Как ты это делаешь? На хера мне это надо? Но мой мозг, он ведет меня туда, где Бергхайн, это клубешник такой, да, и он ведет меня туда, где казино. И я там буду, и я буду играть. И я в телеграм-канал свой непобедимый мальчик выложу еще оттуда фотки. Вот. И это пиздец, потому что я понимаю, что потенциально я хожу вокруг да около где-то, но уже не мефа всего, а вот какого-то такого трэша и пиздеца. То есть можно сказать, что до конца ты не преодолел? Ну, я не лежал, я лежал в рехабе, я оттуда убежал. Ты лежал в рехабе? Два дня, да, меня положили. В рехаб с... У меня на ютубе стоп-тусовка есть, там два дня пролежал, там джакузи были, все это, но мне это никак не это, я просто, мне защемило вот так челюсть от детокса, от детокса. А я так ходил, плакал просто, и так менеджер рукой из последних сил бьет, ты что творишь, вытаскивай меня отсюда, когда мне единственный раз, за день дали 10 минут с ней пообщаться. То есть, я говорю, все. А что они тебя так перегрузили? В культурном сопротивлении было? Да, мама моя. Ну, походу, да, и я не знаю, просто вообще я знаю одну вещь, у меня всегда есть один мой очень хороший друг, это Андрей Малахов, и если я реально буду умирать, я знаю, что я ему позвоню, и он мне поможет, потому что он меня отправит в определенное место, мы уже поговорили, это не рехаб, но я знаю, что он спасет мне жизнь. Тебе в Мурманск, наверное. Да, в Апатиты, в общем, да. Я никогда еще не использовал этот звонок, но я был на грани того, что я смотрю на его номер и плачу просто один дома от ужаса, от того, что я знаю, что это единственный человек, который может мне помочь, и я просто ценю настолько сильно Андрея, потому что все это разговоры шутки-шутками, а сердце мое может стать... Даже эфир велом. Да, сердце мое может стать в любой момент, потому что я помню, смотрю на его номер, но очень думаю, звонить, не звонить, а у меня все, уже передоз очередной, я просто уже не знаю, что делать. В общем, я его очень ценю, этот контакт, и вот эта возможность, потому что все может быть в любой момент. Если чуть-чуть поговорить о семье, коснуться, ты свое детство вот до популярности, как можешь назвать? Счастливым, обычным, или каким-то, наоборот, несчастным? Ты там говорил, что папа рано из семьи ушел, вот это все, если не может. Как формировалась звезда? У меня в очень хорошей семье рос, меня очень сильно любил папа, любила маму, я в любви вырос, но потом они разошлись, и как для любого ребенка, это стало очень полезным. Потом это когда, в четыре года или позже? Думаю, в шесть, семь, восемь, десять, я не разбираюсь особо. И что ты чувствовал, когда вот они разошлись? Ты с мамой остался? Ну да, то с мамой начал жить, то к папе ездил на дачу, то обратно к маме, все было как бы ок. Травма была от того, что они разошлись, конечно же, и знаешь, что я помню, я где-то там нашел, даже это уже про родителей похер, да, нашел порнокассету я дома, вот такую прям, знаешь, квадратная порнуха, там девочки, мальчики где-то в горах, на сноуборде, и там вообще шпилево полным ходом идет. И мне было лет, наверное, не знаю, восемь-десять, и я как включил эту кассетку, и это, наверное, вот начало моей секс-зависимости. Сколько ты раз ее просмотрел? Не знаю, но, по-моему, я не помню, но начало, я просто, знаешь, даже ничего там не этого, я просто, знаешь, сижу вот так, в экран смотрю, это что? То есть еще до конца даже не понимал, что там происходит. А вот какие-то тяжелые воспоминания, может быть, какие-то потери, если вот детство трогать, ну, кроме развода родителей. Ой, ну это уже совсем не буду рассказывать, это совсем лично, это мне нужно проработать. Еще, если хочешь, я потом за кадром расскажу, проработать, как папа один раз меня принизил при других, очень некрасиво, и я тебе расскажу потом, не могу сейчас говорить, ну, было такое, что да, и это навсегда зафиксировалось в моей жизни. Вот, но в целом... Сейчас ты с батей нормально? Нет, я не общаюсь с тобой, к сожалению. Вообще? Чья инициатива? Да мы как-то разошлись, как в корабле в океане, у меня постоянный трэш, в общем, я очень люблю папу, очень сильно, и я не хочу получить звонок, что с ним что-то случилось, больше всего на свете этого боюсь, потому что потерял маму, еще осталось папу потерять, знаешь, но сложный достаточно характер у обоих, планирую с ним помириться, да, тем более мне нужно было прийти в себя, прийти в нормальное состояние, как-то еще обязательно увидимся, пообщаемся. Да, твоя вот эта история с мамой, конечно, очень тяжелая, она долго болела, максимум сделал, чтобы ее спасти, очень много, и тем не менее она ушла. Я так понимаю, это огромный был для тебя удар, ты даже сорвался на это. Да, просто, да, болела, болела, она победила рак, как бы, да, это был такой стресс лютый, но с тысячей там врачей, тысячей бумаг, это все, она уже устала просто, и она победила рак, и тут она за три месяца просто ей было плохо, она езжала на дом, и резко она умерла, никто не понимал, что так будет, ну, никто не знал, что она умрет. Я не успел... Это была внезапная смена. Да, внезапная, я не успел попрощаться, резко ИВЛ, то-се, то есть, да, ну, и уже потом на восьмой мы не знали уже, что делать, уже все, все, врача я нашел, и тут резко, то есть, мне говорят, я за неделю до этого к ней ездил, как бы, в больницу, и все, мы не ожидали, мы не думали, она еще была в больнице, но она уже, знаешь, у нее уже было худое лицо, уже все понятно было, только сейчас понимаю, что это нужно было, ну, я не знаю, может, ее забрала прям, эту жизнь уже забирала, и забрала, как бы, может, это стоит принять, как бы, да, и все, потому что она перестала мучиться, потому что мучиться с раком, это документы, постоянно ходить по врачам, я сколько ее возил там, это просто тысячи документов, а тут просто, видимо, метастазы, или какие-то проблемы, уже просто, уже человек устал, вот, я успел ей передать через врача, что, передайте, пожалуйста, ей, что сын ее очень сильно любит, для меня это очень важно было, вот, да, это достаточно сильный удар, на самом деле, по психике, один из, это самый сильный в моей жизни. Сынка без мамы уже? Седьмой, восьмой месяц. Ну, как-то хоть чуть-чуть легче. Легче, да, легче. Вначале, наверное, вообще не о чем. Вообще, истерики, слезы, ну, у меня очень хорошие друзья, у меня прям были лучшие друзья со мной рядом, люди, которые никогда не поддерживали мое потребление, которые никогда, кто-то не пробовал там даже, да, это, то есть, ну, дело не в этом, просто, когда мама умирает, ты как бы загашиваешься, как можно больше, не чувствовать это все. Вот, да, это было тяжело, но у меня есть очень хорошие друзья, и вот мы только вчера похоронили маму, чтобы ты понимал весь процесс, мы раз 15 ездили на кладбище, документы оформляли, все, плиту рисовали, то есть, это все. А, памятник сделали? Да, только вчера мы вот этот этап завершили с прахом, да, и вот только вчера. А ты маму кримировал? Да. Это все на тебе было, или отец как-то участвовал? Отец написал сочувствую в первый день, как она умерла ночью, когда сижу у себя в диване, все, больше ничего, не поддержал ничего, да. То есть, вы своей частью семьи это все делали? Да, у нас небольшая часть семьи, бабушка, брат, мама, мой доверенный брат, дедушка, все. А у тебя родных братьев нет? Нет, никогда не было. Очень хочется. Я хочу ребенка, я очень хочу мальчика, я очень хочу сына. Ну, уже своего, по-моему. Вот если я буду на заловке, дальше двигаться, если в казино поиграю, не страшно, но если я один раз что-нибудь ебану, то все, уже какой у меня сын? Вот сейчас, если я начинаю чувствовать по чуть-чуть, что я могу свою любимую девушку, которая у меня есть, я с ней не встречаюсь, но мы встречались раньше. Это человек, от которого я хочу ребенка. Ты ей это сказал? Да, мы вместе планируем ребенка, да, но просто, ну, я желудь, который в разъебе, семья, абсолютно не вяжет. Ты уже давно не желудь, ты целый дуб. Поэтому я, знаешь, даже тебе больше скажу, я подумываю, но вот это... 27 лет, уже можно брать ответственность, создавать семью. Я подумываю... Уходишь-то. Сейчас, как я прилечусь Берлина, чтобы ты понимал, потому что я прекрасно понимаю, что это мой, возможно, последний, сейчас один из немногих. Я планирую лечь рехаб сейчас. Я хочу это сделать вот сейчас, пока у меня все хорошо, но это будет рехаб на месяц, на два, чтобы мне как раз-таки еще больше техники разобрали, как бы, да, чувства мои, разобрали, что, как, где устроено. То есть я хочу подучиться немножко, чтобы закрепить вот это все. Я уже знаю, куда я лягу, что я буду делать. То есть мне кажется, что, чтобы победить, не надо в разъебе вот это вот туда идти, а надо, когда ты уже хотя бы на какой-то волне, вот тогда у тебя получится. Вот мне почему-то кажется, что пока ты выбрался немного, высунул голову из ада, вот тогда можно себе помочь. Правильно ли я понимаю, ты уже определился, куда? Да, то есть это не такой рехаб, где меня будут держать в заперти, там все не ради того, чтобы там меня не употреблял, а я хочу просто вот подучить еще раз структуру, на всякий случай побыть в спокойствии, да, то есть чтобы меня опять прокапали, просто так еще раз, знаешь. Ну, я со своей стороны могу предложить, если что-то не срастется, мне очень тоже хочется эту историю закончить в твоей жизни, чтобы у тебя все наладилось, и можно совершенно спокойно оборотиться. Это обычно становится понятно в первый месяц, степень мотивации, как ты пойдешь по программе, какие усилия будешь прилагать, потому что понятно, что ты будешь на качелях, у тебя будет настроение меняться, где-то ты выйдешь в сопротивление, поборешься там с психотерапевтами, со всеми, ну вот очень важна мотивация, и настрой. Знаешь, сколько у меня друзей вышло из рехаба в первый день потребили? И вот в рехабе я сижу, общаюсь с ними, все мечтают в YouTube потребить. Это жесть. Вот какое количество, вот у меня Маша, подруга, с которой у нас было три передозировки за месяц, она сняла 160 закладок, и я 180 за месяц. У вас соревнования, что ли? Да, мы пробовали все виды мефедрона. Мы так разложила она. А значит, все виды мефедрона. Мы покупали весь мефедрон в России, приносили его и пробовали. Какой лучше? А Маша могла в Тулу поехать, знаешь, в лес ночью, потому что нам нужно было... Они все разные, реально, это же вообще террор происходит. И вот Машка любила все это разложить. Мы пробовали, конечно, у меня три передозировки с ней, потому что она, как конище, могла там это, не буду говорить, что за Маша, она сейчас в рехабе, но она вот тоже выйдет, уже присматривает, что она там, куда она там дальше подаст, ее упыклина сильно. То есть я хочу просто закрепить, я хочу семью и детей, я не хочу срываться когда-то там на наркотике. Пусть я в казино играю, пусть я там потрахаюсь, знаешь, просто как все люди нормальные, вы же трахаетесь, вот и я потрахаюсь, пусть для меня это будет срыв. В рамках семьи. Секс, да. Для меня будет это срыв, пускай не срыв, но для кого-то и секс срыв, наверное, для вас это шок, но секс бывает, что это срыв. Ребята, представляю, как для вас это абсурдно, подрочить это срыв, но для меня, сука, это срыв. Напишите в комментариях, кто тоже считает, что подрочить это срыв, для кого подрочить это срыв. Я хочу просто устабилиться, чтобы моя готовность была нормальной, чтобы когда у меня будет ребенок, я не устроил там какой-то кокаиновый марафон, подумав, что кокаин это же не мифедрон. Понимаешь? А вот если брать, допустим, тему воздержания, ты тоже это поднимал, что ты можешь достаточно длительно от этого воздерживаться. Это тебе что дает и как ты этого добиваешься? Вот пришел к тебе, смотри, из дома вышел. Улыбаюсь. А если бы перед этим что-то было, то ты бы в таком ресурсе не был? Я бы не пришел просто. То есть сейчас получается секс очень много у тебя берет, энергии всего. Забирает вообще всю креативную часть, именно не секс, а слив. Если это просто подрочить, и это слив креативной энергии, жизненной энергии, улыбки. Для кого-то это абсурдно звучит, но для секс-зависимого человека, который просто трахался вот так вот просто постоянно, там по-другому устроено. То есть ты все ресурсы уже свои потратил, грубо говоря, как будто. Но когда ты наполняешься, у тебя есть другой скилл. Ты можешь вот так наполняться и использовать это наполнение для чего-то, чтобы создать большой проект, чтобы куда-то прийти, чтобы быть на пике, чтобы бой там был, да, драка, допустим, какая-то там шоу, там, да, чтобы выложиться на максимум. Есть такая как бы, как, ну, фаб-челленджи, да, там по 90 дней все идет. Просто люди есть разные, у которых устроено по одному, у которых по-другому. И когда ты вот так вот на такой плоскости взлетаешь внутри себя, и не важно там у кого как все устроено, тебе важно только твоя зона парения, это называют зона блаженства, ты начинаешь парить просто по ней, и ты понимаешь, что ты с каждым днем все сильнее, девочки тебя сильнее хотят, ты более, имеешь больше энергии, ты энергичный, ты делаешь дела с утра до ночи, а не просто лежишь вот так вот и думаешь, блядь, когда все так кончится. То есть ты бегаешь, делаешь дела, вот. То есть перед важными проектами ты практикуешь воздержание. Да, да, да. Какой у тебя максимальный срок, когда ты вот безо всего, нофап, 90 дней выдерживал? Ну, почти, да. Ну, нет, 90 нет. 90 это для меня полный трэш, ну, где-то вот два месяца и так. А чем два месяца отличается от трех? Потому что там каждый день уже просто я хочу ебаться, я хочу ебаться. И потом просто, блядь, вот так начинает просто жесть. Ты просто вот так трогаешь, просто на прохожих смотришь, что тебе не набрасываешься уже, понимаешь? Вот лично у меня уже на секс-зависимости, да? Ты просто уже, блядь, хочешь трахаться. И ты уже, ты видишь сексуальность людей, ты их сексуализируешь, понимаешь? Вот ты говоришь, на прохожих набрасываются. Ты сам может какое-то насилие сексуальное? Нет, не набрасываешься, что ты их там это, а просто, что ты смотришь на красивых девочек. Все красивые становятся. Да, каждый красивый по-своему, понимаешь? Ты начинаешь даже ревновать вот эту вот внешность этого человека, потому что жизнь создала такую прекрасную красоту. Но эта красота смешивается с похотью. Понимаешь? Ну, конечно. Без похоти не будет нормального секса. Ты так просто на красоту посмотришь и пойдешь дальше. Кстати, правило выздоровления секс-зависимости это не сосматриваться на других людей, не видеть никакие триггеры в телефоне, не обниматься тактильно в сексуальном плане никак, потому что она заведет и все. Никаких сексуальных переписок ноль, потому что сразу ведет никаких романтических фантазий. То есть вот это все сразу же тебя в секс вносит. И ты не можешь остановиться. Скажи, пожалуйста, вот после ухода мамы или вообще, у меня такое ощущение, что ты достаточно одинокий человек. Да, я вообще... Многие тебя используют как карабация. Твою популярность и все прочее. Уже нет. Ко мне не подъебешься сейчас никак. Ну да, жизнь тебя выучила. Ко мне вообще сейчас не подъебешься. Сейчас один отдыхает, летел. Сейчас один опять улетаю. Я никого вновь в жизнь вообще не пускаю. У меня только своя банда своих друзей, как бы, да, девочки, мальчики. Моя семья просто единицы, четыре человека. Вот. Я больше никого в жизни не пускаюсь. Диана, моя семья, просто вот моя бывшая девушка. Мы с ней встречались долгое время. И мы сейчас лучшие друзья. Я лучше, у меня ближе человек, чем Диана. Нет, вот именно семья это один человек. Мне достаточно. Потому что подпускать к себе людей близко, вот это достаточно... Мне это не нужно нахер. Ну, они просто вот так кинжал вот так вставляют. Потому что они-то типа со мной там, потому что я кто-то, и они ко мне не относятся как к простому мальчику. Они изначально там просто играют где-то, да. И потом, что, помоги с работой. Креди человек появится. Есть. Вот с искренними общаюсь, с искренними дружусь с теми, кто вверх идет, а не с теми, кто по выходным мефедрон нюхает. И считают, что это нормально. Я ничего против не имею, что там кто-то живет, потому что я сам об этом проварился. Четыре года не мог выбраться много раз. Но относиться к этому по фану и нормально, надо осознать хотя бы зерно какое-то, может, у вас сейчас прорастет, те, кто постоянно нюхает. Это не нормально. Это нужно уже понимать, что с этим потом придется что-то делать. Потому что вы на тропинке сейчас, которая вас вот так как молот, как молот, бульдозер, она вас молит. Так ответь честно, положа руку на сердце. Ты очень одинокий человек. Меня это не ебет. Потому что я люблю... Ну, это такая психологическая защита. Я люблю быть один. Я хочу в рехаб. Я хочу в рехаб, пиздец. В рехабе большая работа предстоит. Надо настроиться. Я посмотрю, сейчас я с Андреем, вот пообщаюсь. Потому что мне хочется вот именно просто, чтобы поработать, отдохнуть. Я вообще, знаешь, сейчас я вырос. Мне не интересны детоксы. Мне не интересны соки полезные. Я очень люблю вот все полезное. А я вас, конечно, меня не интересует, как у моей подруги Вики. Но меня интересует все полезное. Все для организма такое... Айваску занес полезное. Я говорю, нет, но меня не интересует как раз таки. Потому что я ЛСД ел только так в свое время. ЛСД, грибы, постоянно. Это не мое вообще. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя сейчас папа поддержал, тебе было бы легче? Или ты уже на него не рассчитываешь? Да, что? Мне никто не поможет, кроме меня самого. Чем поддержал? Я не знаю, как ты дал часть родительского тепла. Родительская тепла, да. Фигура, родительская фигура. Я больше всего не понимаю, почему он, зная больше, чем все остальные, он просто не может мне в момент, когда я потерял мать, дать какой-то просто привет, так сказать, да, сам. Ну, я, может, был где-то, да, каким-то я был неправильным. То есть, ну, был маленьким, да. Но пора уже, да, может, просто общаться. Хотя пока мы все уже как бы не молодые, да. Грубо говоря, уже я тоже себя чувствую далеко не молодым. Мы с папой должны как бы общаться. Иначе это кончится все звонком. Там, знаете, ваш сын умер или ваш отец умер, все. И вот так это может грустно кончиться. Хотя папу очень люблю. И надо просто... Папа уже все уже заебал. Я его в интервью про него говорила. Знаешь, он это тоже обижается постоянно. Ты где-то сказал очень одну вещь, которая мне очень откликнулась, что вот родственники, это люди, которые встречаются на похоронах. Да. И именно в этом их родственные связи заканчиваются. Мне прямо это очень сильно резануло. И по факту получается, что вот так. Да, тем более, когда я сейчас видел все эти процессы похорон, да, там любимые родственники собираются, которые вот вообще не виделись там. Если вот проанализировать, да, понятно, родители разошлись. Ну, ты по-любому сын. Что не так? Почему не принимает? А ты себе как объясняешь? В силу вот этого поведения или что-то? Чего он забоялся? Меня принимают мои родители таким, кого я есть. Они меня всегда поддерживают. И дело абсолютно не в этом. А наоборот, это единственные люди, которые поддерживают меня больше всех, каким бы я ни был. Но это достаточно сложно было со мной общаться в активном употреблении. Ну, сейчас. Потому что я отталкивал от себя максимально. И меня, типа, нужно уже помочь. Я там скидываю фотку, я там 40 килограмм, 50 вешу, 40, сколько... Это на марафонах, что ли? Да, я просто уже умираю. Просто никакой. Просто один сижу дома употребляю неделями. Один уже просто. Потому что первое время компании, потом уже один. Года два уже один просто употреблял. И мне уже тошнило от веселья, которое испытывают люди вокруг. Мне уже было невесело, понимаешь? Мне было невесело, что все ржут, рассказывают истории. Меня это все заебало. Уже два года до начала, как я начал все это выздоравливать, начинаю заниматься своим выздоровлением, изучать все эти техники, пить таблетки, подбирать правильно, ходить с психиатром. Папа меня любит. Папа меня принимает. Дело не в этом. Просто, что мы друг друга где-то ранили в какой-то момент. И вот, ну, нужно помириться просто. Вот, живя в таком аду, у тебя была там депрессия, суицидальные мысли, что-нибудь такое? Да, депрессия все это время у меня была. Она у меня, может быть, и сейчас бывает, но я как бы делаю дела, хожу, все проходит, когда я занят делами. Там много фаз и сторон такой лютой популярности и успеха, как была у меня. Допустим, там даже то, что люди не понимают. То, что ты ходишь по улице уже 10 лет, и у тебя уже какой-то крючок, ты за спиной слышишь, ой, желудь. О, желудь. То есть ты это слышишь уже 10 лет. И люди, соответственно, они живут по-другому. То есть они не знают, что можно жить вот так, и за спиной у тебя постоянно твое имя. Это не ничего, не выебон, ничего. А это к тому, что я изначально себя чувствую не так, как другие. Что в любых состояниях я за спиной слышу желудь, желудь. И самое страшное, что даже состояние, неизвестное простым людям, чтобы судить меня и мой путь, это, например, состояние, которое, когда ты после огромных съемок, просто где ты всем нужен, ты на сцене, ты приходишь домой, и ты остаешься один. И вот это чувство, оно триггерит тебя употреблять еще больше. Потому что ты, как бы, когда никому не нужен, и вот это резкое одиночество того, что ты там где-то, и вот ты резко один, и ты вообще не понял, что происходит, а вокруг тогда не было хороших людей. То есть оно еще большее. Оно тоже могло. То есть ты, типа, отдал себя, триггер. Ты никому не нужен, триггер. И он настолько мощный и сильный, потому что эйфорические картинки, это зал там на, сколько у Бибера было человек, там, в Москве, в Питере. Это какие-то картинки, где я просто снимаюсь во всех рекламных огромных проектах, и в Португалии, там, знаешь, команда 100 человек. Какие-то вот такие вещи, где я вижу себя в главной роли какого-то фильма, они мне очень сильно запомнились. И я хочу еще, конечно же. И из-за этого, как бы, люди не совсем понимают мое строение мозга. То есть у меня вот все вообще по-другому. То есть некоторые детали, они даже не думают, что они существуют. Вот. Я нормально объяснил? Ну, нормально, конечно, с таким заходом. То есть с одной стороны мегапопулярность, а с другой стороны... Много факторов разных. О чем ты больше всего жалеешь в жизни? Что у тебя произошло? Или не произошло? Ну, из произошедшего. Тут, как бы, знаешь, я и жалею об этом, и нет одновременно. Я жалею, возможно, о разгульной половой жизни. Но меня это не сильно не бьется. В смысле сейчас. Ну, как это понять? Я не знаю. Ну, я жалею. Это, конечно... Если была возможность, столько бы партнеров тебе не надо. Ну, да. Мне было бы там просто как у нормальных людей. Было бы здорово. Я, на самом деле, очень хочу ребенка. И ничего там... Не знаю, как бы... Не прям то, что я жалею именно вот полностью, да. Но мне хотелось бы, чтобы этого было меньше в моей жизни. Потому что я хочу нормальную семью, но я при этом не жалею, что я трахался так много. Ты хотя бы приблизительно считал, сколько у тебя партнеров было за это время? Не буду. Ну, достойно. Не буду отвечать, да. То есть все-таки считал? Не буду отвечать. Вспомним, сколько у меня закладок снятых. Я четыре тысячи раз ходил с закладами. На этом закончил. Этот вопрос точно не для публики. Много. Если бы не YouTube, где бы ты хотел реализоваться? Что тебе вот еще интересно в жизни? У меня сейчас телеграм-канал «Непобедимый мальчик» есть. Вот это все, что у меня сейчас осталось. И YouTube. Мне нравится YouTube. Реализоваться, как хочу свой парк аттракционов построить. Где? Либо в Москве с радостью, либо за границей. Но это большой путь, процесс. Пока что на данном этапе я просто радуюсь каждому трезвому дню и заработку, и заработку денег, которые я зарабатываю, да, спорту, друзьям, всему, то, что я не скатываюсь обратно в этот ужасный там. Потому что деньги у меня все хранятся у подруги, чтобы я ничего не тратил на казино. Да, у меня как-то все по чуть-чуть налаживается, несмотря на то, что у меня такой формат немножко другой жизни, да, что деньги я все не храню, что у меня там, я не смотрю там прохожих вот так вот не засматриваю, знаешь, то есть не сексуализирую, то есть каждое живое существо вот так вот. Я стараюсь в каких-то рамках не как раньше, чтобы не завалиться там в свое прошлое, по чуть-чуть там, тут спокойно спать лег, все. Вот это я очень сильно ценю, в этом, наверное, ответный вопрос. Хотел бы ты вернуть свою бывую популярность? Да, хотел бы. Но я хотел бы, любой ценой? Нет, смотри, я хотел бы, чтобы это были фильтрованные люди, как у меня сейчас, мои любимые, которые в Телеграме, это мои самые любимые люди, которые на меня подписаны в Телеге и на Ютубе. Когда он стал дерзкий, мальчик или какой-то там, Небезимый мальчик, Телеграма у меня. И когда была популярность, это весь сброд просто. Он пришел, ушел, пришел настрал. Свою аудиторию неистоя не про свою аудиторию, про аудиторию МДК, которым я был админом, про аудиторию тех, кто меня хейтит, избивает на улице, про тех, кто просто пришел. Когда тебя последний раз билет, ты такой здоровый. Вот три дня назад. Да ладно. Ну, у меня фингомы двоем друг друга нормально избили, так скажем. У собой сотрясение было легкое. Я понял. А вот я сотрясением пришел сюда наговорить вам кучу фигни. Но был сброд, а я хочу фильтрованную, качественную, классную аудиторию, взрослую. Поэтому я счастлив, что я занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас. Она у меня отфильтрованная. И мне нравится, когда вот свои люди. Ты несколько раз с очень большим теплом сказал, что ты хочешь семью, еще какие-то глобальные цели у тебя в жизни есть? Как ты хочешь реализоваться? Да. Я хочу, чтобы у меня каждый день были уроки вокала, уроки танцев, уроки еще какие-то, потом съемки, потом дела. Ты учиться хочешь? Я хочу учиться, да. Я очень хочу одной режиссера отучиться. И я хочу, чтобы это все шло в гармонии с моим финансовым состоянием. Потому что в универе стоит там лям отучиться, в котором мне нравится там за два года. плюс я хочу, чтобы мне было комфортно учиться, плюс я хочу определиться вот именно... Я хочу учиться, развиваться, и я хочу не пиздоболить об этом, а делать. То есть через какое-то время мы увидим результат? Да, я не хочу пиздить, что я там вот это хочу, а хочу просто взять и делать. Я много курсов прошел, там по стендапу я прошел курсы шесть месяцев. Стендапер? Шесть месяцев стендап курсы проходил, да, у меня был свой стендап на ютубе. Там выкупили все билеты за три минуты. Зажег? Ну, не для всех. Людый сарказм там. Обыгрывал сексогану? Нет, зажег, да, всем понравилось. Но достаточно юмор у меня такой, не для всех. Пример можешь привести? У меня девушка, она меня обнимает, у меня щетина, она меня обнимает, говорит, ты колешься. Я говорю, как ты узнала? Действительно, не для всех. Каламбурщик. Ты, может, хочешь к аудитории обратиться, что-нибудь людям сказать? Мы финализируемся. Я уже больше тебя мучить не буду. Три правила от Ромы, хочу сказать, просто кому, кто может это услышать. Первое, это, никогда не давайте девочкам, молодым, мальчикам, пробовать наркотики в первый раз. То есть, если вы в компании, и кто-то говорит, я не пробовала, не надо втягивать человека в это, потому что вот исполнители, там Crazy Mega Hell есть исполнитель, он после концерта просто предлагался своим девочкам, фанаткам, всю эту историю. Я никогда в жизни так не делал, кроме того, с первого времени употребления, когда мы все употребляли, не понимали, что происходит. Это первое. Я хочу, чтобы кто-то это услышал. Вот вы, мальчики, вам нравится девочка, вы хотите ее трахнуть, ну не надо ей давать наркотики, если она не пробовала никогда, ради того, чтобы вы поебались. То есть, это может для нее закончиться очень печально. Второе правило, это никогда не сидите на лирике, на системе, потому что потом будет просто полная жесть. Хуже этого быть ничего не можете, вы можете попасть в лютейший плен, как попал я, и вы потом будете в плену. И третье, это, знаете, что я всегда с вами, Вологда, там особенно мне нравится история из Вологды. Да, потому что там такие у них лютые страсти происходят. Вот канал Евгений Пятницков советую просто посмотреть парочку видосов, которые там из рехабов. Люди сидят просто искренне говорят, когда только их завозят в рехаб. Знаешь, вот я просто хочу сказать, что я вообще с вами, с выздоравливающими боритесь, подбирайте себе схему лечения, может антидепрессанты, может какие-то навыки психологические, я даже был на группах сексозависимых сексоголиков, я ходил на нее еще пять лет назад, чтобы ты понимал, что я уже как бы пытался искать пути, и однажды вы найдете свои пути, придете к форме, в которую хотите прийти, и потом со стороны вам уже будет намного легче, и вас не будет вот так вот как бульдозером перемалывать вся эта история. Ну, действительно, Роман не подвел наши ожидания, личность очень многогранная, с интересной историей, мне нравится, что он вышел в позитивное русло, он исправляет свои ошибки, воодушевляет людей, поддерживает свою аудиторию, очень точно сформулировано не травиться и не втягивать в отравление окружающих, если есть какая-то проблема, сил не хватает, ресурсов, здоровья, идем к специалистам, не надо бояться докторов, и подозревать нас в каких-то тяжелых умыслах, я это каждый раз говорю ко мне, люди приходят с проблемой, моя задача помочь, решить, а не использовать состояние болезни человека как-то иначе, поэтому никогда не стесняйтесь, осознайте, что вы в проблеме, услышите историю, из какого ада человек может выбраться, да, он в начале пути, но я вижу определенные усилия, еще раз хочу тебя искренне пригласить, если что-то у тебя где-то не срастется, welcome, поможем, поучаствуем, тебе это ничего не будет стоить, мы включимся в твою жизнь, потому что ну ты искренне рассказал, и искренне хочется тебя поддержать, спасибо тебе огромное, было очень приятно, в жизни намного приятнее и лучше, чем в кино, чем в кино, да, могу сказать то же самое, так, что rewards, Продолжение следует...